В Центральном парке округа прошел региональный этап соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут». 600 участников из Москвы и области проверили себя на скорость, ловкость и сообразительность. Представьте себе, мы с вами приехали, допустим, Сергей Посад, в незнакомый лес. За минуту мы получаем карту, у нас в руках компас, ориентируем компас, находим место старта и в заданном варианте проходим в незнакомом лесу, заданную дистанцию. Каждый выбирает свой путь, кто бежит по дорожкам, кто бежит напрямую по Азимуту. Чтобы оказаться в числе победителей соревнований по спортивному ориентированию, кроме компаса и карты понадобится ясная голова, самоконтроль, знания географии, топографии и математики. В Люберцах соревновались участники из 16 возрастных групп. Самому юному из них 7 лет, старшему 85. Спорт на всю жизнь, начиная от 5 лет и до 90 лет, до 100 лет. В любом возрасте, в любом состоянии здоровья, и на колясках, и на стипедах, и на лыжах, как угодно. Есть все виды спорта, очень разнообразные. И даже для водителей, есть на машинах по бездорожью. На старте соревнований игроки получали карту с 20 контрольными пунктами. Посетить нужно было 12 произвольных мест. Центральный парк округа собрал спортсменов из 14 муниципалитетов Подмосковья. Люберцы представлены даже две команды. Это, правда, начинающие только спортсмены. Во-первых, это молодые совсем, а во-вторых, это именно начинающие спортсмены-ориентировщики. Одна команда это со станции туристов, и вторая команда это муниципальная школа, по-моему, 25 номер. Победителей нет, но призеры есть. Награды нашли самых быстрых и внимательных. В каждой возрастной группе победители делили три призовых места. По итогам соревнований лидировали представители школы ориентирования из Лыткарина. Любое соревнование выявляет сильнейших, но участие позволяет завтра быть сильнейшим. Следующий этап соревнований по спортивному ориентированию на велосипедах пройдет с 17 по 21 сентября в Томилинском лесопарке. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...